Мы не виделись долгих шесть месяцев. Привет, меня зовут Николай, я один из создателей проекта «Читай быстро», в рамках которого мы стараемся понять, что же такое быстрое и осознанное чтение. Иногда мне в руки попадаются книги, которые оставляют неизгладимые следы, мыслями из которых хочется поделиться, как можно с большим количеством людей, то есть со всеми вами так и родилось. А нет, стоп, стоп, ведь это не формат «10 фактов, 3 задачи из интересной книги». Последнее видео с моим участием на этом канале вышло шесть месяцев назад. За это время очень многое изменилось. Я обзавелся красивым симметричным задником, на сайте готовятся массовейшие обновления, мне пришло несколько посылок с книгами и я не ответил на где-то около сотни ваших комментариев. Перед тем, как начать новый сезон, я решил открыть последние штучек 15-20 из них, зарядиться позитивом и энергии на новые совершения, почитав их. Вот, например, такие. Неприятно, когда в микрофон глотаете и тявкаете. Я понимаю, что вы так расслабляетесь, но это ужасно раздражает. Если будет меньше слушателей, задумайтесь, если для вас важно мнение вашей аудитории. Оля Калынык, прошу прощения, если неправильно читаю фамилии, тут транслит. Ужасный ныючий голос. На мое обожание слуха ты. Ужасно все. Игорь Чумак. Три недели назад. Мне тоже не нравится, что герой видео пьет. Жесть какая-то. Обстановка к вину не подходит. Нуржанки Лисов. Конечно, хороший контент, но то, слушаешь, как пьют вино, дают какой-то негатив и зависть. Три скобочки улыбки. Антон Кравченко. Два месяца назад. Бухать во время записи неуважение к аудитории, поэтому и болтовни слишком. Александр Вакуров. Неуважение к аудитории. Неприятный голос. Фу. 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 Арслан Гали Гизеддинов. Ты алькоголик. Адвокат Кравченко. Артем Владимирович. Записывая 20-минутный ролик, обязательно сербать благородное вино, при этом давясь как колхозник. Да и вообще, 20 минут нельзя подождать? Что за дичь? Ну и, наконец, Альберт Шамараев 6 месяцев назад. Хотел пользу извлечь, а попал в какой-то процесс запоя. Завязывай с бухлом, и тебе откроются новые возможности. Альберт, ваше здоровье. Новый сезон. Это, как я говорил уже в начале, обновление сайта. Еще больше новинок у нас на блоге. И первые посылки от издательства. Что касается новинок, которые пришли к нам от Альпины. Альпина Паблишинг или Альпина Нонфикшн. Некоторые книги были изданы там. Значит, мы получили 4 книжки. 2 из которых вы уже можете найти. Ссылки на них сейчас появятся вот здесь, вот в верхнем правом углу. Найти у нас на блоге краткие обзоры и несколько отзывов от тех, кто их уже читал. Это книга Дарьи Варламовой «В своем уме. Как заботиться о собственной психике каждый день». Дарья Варламова, она журналист, автор бестселлера «С ума сойти». И выпускница медиафакультета Высшей школы экономики, сценарного факультета МШК. Достаточно небольшая, но при этом интересная книга про ментальное здоровье и про то, как о нем заботиться сейчас в современных реалиях. Дэвид Натт. Обзор на эту книгу тоже уже вышел у нас на канале. Пить или не пить, но... Наука об алкоголе и вашем здоровье. Если в двух словах, Дэвид говорит, пейте, пока у вас есть возможность, но помните о том, что даже в малых дозах это яд, который вас убивает. Когда перестанете испытывать похмелье, знайте, что станция конечная, пить пора переставать. Эти две книги мы сделали уже микрообзоры и, возможно, сделаем большие в формате 10 фактов 3 задачи. На подходе сейчас как раз читаем и пытаемся разобраться в них. Большая книга Скотта Барри Кауфмана «Путь к самоактуализации». Скотт Барри – гуманистический психолог, известный исследователь в области когнитивной психологии, креативности и психологии личности. Надеюсь, что это будет достаточно интересная книга с точки зрения того, кто мы такие, зачем мы здесь и куда мы идем. Ну и, если вы видели, у меня стояло две коробки с книгами, то есть в одной коробочке было целых три книги, а в другую поместилась всего одна. Эрик Ларсон «Страх и надежда», как Черчилль спас Британию от катастрофы. Это, конечно, фундаментальнейшая история, и если бы я не был абсолютным фанатом Черчилля, я бы, наверное, не взялся за ее прочтение. Но так как обожаю эту историческую фигуру и все, что с ним связано, надеюсь, что у меня хватит сил, чтобы прочитать вот этот фолиант. Если вдруг я остановлюсь где-то посередине, то обзор выйдет на половину книги. Уж не обессудьте, или, может быть, кто-то дочитает за меня и доделает этот обзор до конца. Такие вот четыре новинки, которые мы планируем, некоторые из них уже добавили и обозрели, а некоторые только планируем обозреть в октябре месяце. Очень надеюсь, что в октябре вернется формат «10 фактов, 3 задачи» из интересной книги с бутылочкой вина. Мы с вами поговорим чуть более раскидисто о том, что читалось, что запомнилось и что планируется еще прочитаться. Напоминаю, что если вы хотите вдруг присоединиться к нашей команде «Милости просим», ссылка сейчас появится на статью, которая объясняет, как это сделать, кого мы ищем, почему важно любить книги и как можно на этом еще немножко зарабатывать. И надеюсь, что осенью 2021, осенью-зимой нас станет чуточку больше, больше хороших книг, больше встреч с вами, больше просмотров, лайков, подписок, колокольчиков, вот это вот все. Ставьте, пожалуйста, нажимайте незамедлительно, чтобы не пропустить наши ближайшие обзоры. Увидимся уже очень скоро. Читайте книги, слушайтесь маму, хорошего вам дня. Пока. Продолжение следует...